Дорогая мамочка, крепко тебя целую. Нравится ли тебе этот город? Хорошо ли тебе там? Дедушка мне устроил письменный стол. Я им очень рада. Мальвина. Это письмо шестилетней Мальвины Бабад маме на фронт. Через пару дней девочку, ее младшую сестру, бабушку и дедушку расстреляли в бабьем яру. Вот книжка Маршака, с которой они шли туда. После войны мама вернулась и принесла она. Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Докторовской, возле кладбища. Такие листовки гитлеровцы расклеили по городу на 10-й день оккупации Киева. Дорога смерти начиналась отсюда. Практически здесь стояло уже оцепление. И вот кто туда ушел, уже обратно дороги не было. Мужчины были на фронте. В Бабий Яр шли женщины, дети и старики. Все добровольно. Думали, их будут эвакуировать. Брали с собой все, что у них было. Сапожник брал, шило. Следствие, допустим, вон кусачки у нас там, что он нас смешил. Мыльница с мылом тех лет. Мы ее не смывали. И помазок. Вообще, представляете, вот что я в руках держу. Сам Бабий Яр был здесь, на месте этого парка. Неглубокий овраг, метров 10-12. В 41-м тут не было травы и деревьев, только голая земля. И Анна Михайловна Евгеньева видела расстрелы своими глазами. Еще ребенком. А вот где кустики, это край этой стороны Яра. Метров 70 этот Яр. А они вот так чуточку прокопали, такую, как ступенька, и ниже ставили людей. И над Яром расстреливали. Потом они падали прямо в Яр. Людей заставляли раздеваться. Детей вытряхивали из пеленок. По всей округе разносились пулеметные очереди. Самый маленький, кого расстреляли, это детеныш, который родился в оккупированном Киме. Было, ну, возможно, 5-6 дней всего. Его расстреляли. Причем зверье не просто стреляло, брало детеныша об камень, об дерево и туда. За два дня эсэсовцы и полицаи расстреляли 33 741 еврея. Такие данные они отправили своему командованию. Горы трупов присыпали песком. Море крови, море крови было. Я вам говорю, мы когда шли, это поднималось из песка, даже песок не впитывал, столько было крови. Спастись из этого ада удалось единицам. Кто-то сбежал, кого-то спрятали местные жители. 71 год назад на этом участке стоял дом Иоанны Михайловны. В его подвале и чердаке семья укрывала от гитлеровцев двух евреев. Он не мог слышать, было все слышно. Расстрелы идут, а он, бедный, сидит у бабушки на чердаке и плачет. Прошу вас, умоляю, выведите, я не могу это слышать. Гитлеровцы расстреливали людей в Бабьем Яру еще два года. До самого освобождения Киева. Всего здесь были убиты больше ста тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok